К новоселью все готово. Вода, газ, свет подключены. В эту многоэтажку в микрорайоне Новая Тула из аварийных бараков приедут 252 семьи. Это больше полу тысячи человек. В каких условиях будут жить? Осматривать комнаты приехала целая делегация из фонда реформирования ЖКХ. Когда жители заходят, они видят именно отделочные мероприятия. В каком состоянии все квартиры сейчас уже? Да. Этот яркий дом имеет не менее яркую историю. Его начала возводить компания СУ-155. Обанкротилась. Стройку пришлось заморозить. В правительстве начали поиски того, кто сможет достроить объект. Обязательство на себя взял Банк Российский Капитал. В конце 2015-го на площадку зашел новый подрядчик. Через год объект достроили. Будущие новоселы уже осмотрели и приняли квартиры. Передать ключи людям готовы хоть завтра. Но из-за смены застройщика возникли проблемы с оформлением прав собственности. Мы хотели с вами посоветоваться и определить дальнейшую концепцию, как идти по какому пути. Путь один. Людей надо заселять. А потом уже разбираться, наверное, с этими. Но здесь есть нюансы. Об оппозиции Банк. Ключи отдаем. Людей можно заселить, но они будут двойную оплату делать. Они будут из-за бараки платить и платить здесь уже начнут. О переселении туляков из бараков продолжают говорить в областном правительстве. Сергей Степашин отмечает. Сделано уже много, но до сентября в Тульской области новое жилье должны получить еще более 8 тысяч человек. Региональный Минстрой обещает успеть срок. Несмотря на проблемы, которые сейчас есть, например, в трех районах области, срочно пришлось менять подрядчика. Прежний заданием не справлялся. Нареканий по сданным объектам в Тульской области немного. Пока в фонд реформирования ЖКХ поступило всего 14 обращений. В других субъектах цифры выше. В фонде считают все потому, что в приемке объектов здесь участвуют жители. Еще один вопрос, который ставят на совещание, что будет с теми бараками, которые не успели попасть в действующую программу переселения. Существует две тенденции, два подхода. Первое – это активное участие государства. Не обязательно в том виде, как это было сегодня при фонде. Это может быть длинный кредит, возвратный кредит, это может быть социальный наим и так далее. Но без федерального участия через призму федеральных средств, перевалить все это на муниципалитеты регионы, поверьте мне, ничего из этого не получится. Действительно должна быть поддержка на уровне государства, для того, чтобы эту программу реализовывать. Которую в 2012 году мы уже составили определенный реестр этих домов. И как показывает статистика, ну, скажем так, ничего хорошего нет. И мы понимаем, те объемы, которые нам предстоит, в 2019 году уже начинать реализовывать без поддержки федерального центра, нам ее не осилить. Дата строительства объекта не обязательно влияет на его состояние. Это подтверждает дом номер 67 по проспекту Ленина. Его сдали в 1930-м. Сейчас он единственный в Тульской области, который получил статус дома образцового содержания. Старший здесь Вадим Хмельников. Он лишь на 10 лет моложе здания. Но именно его соседи благодарят за то, как дом выглядит сейчас. Когда собственник почувствует себя собственником, тогда вот эта красота, которая здесь есть в дворе, она будет у всех. Независимо от того, как, что и почему. Табличка, как подтверждение статуса на всю Россию. Таких не больше 80 и только в Туле. Образцовое содержание сумели обеспечить здание, которое построили в начале 20 века. Вот что значит уметь содержать дом, сделать вовремя капитальный ремонт, когда есть настоящий хозяин этого дома, когда есть жильцы, которые понимают прекрасно, что это их дом. Это не просто казенное жилье. Пожил, ушел и что там осталось, никому не интересно. Отсюда и сокращение того, что мы сегодня называем аварийным жильем. Вы же сделали так, чтобы ваш дом стоял, и я думаю, что еще и будет стоять. Правильный дом начинается с подъезда, так решили жильцы этой Сталинки. Поэтому картины на стенах и цветы на полу здесь встречают гостей еще на первом этаже. Активным жителям власти готовы помогать и дальше. В качестве презента Алексей Демин дарит современный домофон. Жители отвечают, останавливаться на достигнутом не собираются. Мечтают восстановить фонтан. Ровесник дома, который разрушился в 90-х. Для этого решили принять участие в программе «Народный бюджет».